Итоги уходящего вторника Со слов задержанного, наркотик предназначался для личного употребления Хук справа К этому первенству мы готовились в течение всего года Какую завоевал медаль, а также уборочная 2021, отдыхаемая от жары и внешнеполитический вектор Большое совещание с руководителями загранучреждений прошло сегодня во Дворце Независимости Какие акценты расставил президент? Продовольственная безопасность Бобруйский завод растительных масел посетил помощник президента, инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк познакомился с процессом создания продукта Не обошел вниманием вопрос заготовки рапса, главного сырья для предприятия Тему продолжит Ольга Васенда Юлия Шайхмедова уже 13 лет работает на заводе растительных масел в цеху по розливу В обязанностях проверка, подготовка, запуск и контроль работы автоматических приборов Признается, дело нелегкое, но интересное Восьмичасовой рабочий день проходит быстро и в удовольствии Мне здесь очень нравится работать Сюда привела меня моя мама У нас дружный коллектив Да, были взлеты к детям, были падения Но это мы все пережили И сейчас все хорошо Перед тем, как готовый продукт попадает на стол потребителю, он проходит технологические этапы Сперва семена рапса и подсолнухов сушат Затем идут прессование, экстрагирование, рафинация, фасование На выходе получают высококачественное масло На выбор две марки – Адериха и Рафини Как с запахом, так и без На полках магазинов можно встретить их под названием Шеф-повар Бобруйская Шалом Постная Наше предприятие занимается как получением масла, так и его переработкой У нас два основных цеха на предприятии Это цех по переработке масличных культур и цех ФХР – физико-химической рафинации масла Производится до 20 тонн масла в день Производительная мощность цеха ФХР – 70 тонн в сутки Продовольственная безопасность – один из главных вопросов для государства Отсюда и такое пристальное внимание со стороны власти Так, сегодня Бобруйское предприятие посещает помощник президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк лично знакомится с производством, заглядывает в каждый цех Плюс директор завода рассказал о грядущих планах Например, задача на этот год переработать 40 тыс. тонн рапса С этих 40 тыс. тонн рапса мы, по сути, получим При выходе 40% мы получим 16 тыс. тонн масла Вот это то масло, с которым будет жить это предприятие целый год Безусловно, на сегодня огромнейшее значение вырастить урожай Собрать его, собрать с минимальными потерями Ну и безусловно, те перерабатывающие предприятия, которые на сегодня в области Должны быть готовы принять урожай и получить из него Максимально полезный, максимально важный, востребованный продукт Уборка рапса в Бобруйском районе завершилась буквально на днях Результаты, потери и планы, темы для беседы в поле К слову, в филиале «Пищевик» агро уже на молодселе 702 тонны Урожайность 28 центнеров с гектара Это примерно на 40% выше прошлогоднего показателя Погодные условия сложились так, что весна холодная была И потом в период налива масса семян подвела погода Жаркая стала без дождей Заготовка рапса выполнена на 100% по плану Осталось доставить урожай на Бобруйский завод растительных масел Где, как показал рабочий визит помощника президента Все готово к производству и реализации продукции Ольга Васенда, Павел Зуев, Бобруйск, 360 Туманное дело в Бобруйске задержали мужчину, который выращивал коноплю в комнате супруги 33-летний торговец оборудовал в квартире систему вентиляции и обдува Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли два куста конопли Порядка 700 граммов марихуаны Со слов задержанного, наркотик предназначался для личного употребления На данный момент правоохранители устанавливают причастность гражданина к сбыту запрещенных веществ Коноплю мужчину выращивал и высушивал на протяжении года В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19 За минувшие сутки зафиксировано 600 пациентов с положительным тестом на коронавирус Всего с начала пандемии заразились 435 620 человек В Минском метрополитене действуют пункты вакцинации от COVID-19 В электродепо Московская и Могилевская, а также на станции Ковальская Слобода Если на первых двух иммунизацию проходят сотрудники организации, то на последний укол может получить любой желающий Прививая спутника ВИР российского производства К слову, согласно статистике, более половины работников метро уже обезопасили себя от опасной болезни Экотранспорт, комфортная температура и время делать выбор В Беларуси началась приемная кампания в высшие учебные заведения Какие сроки? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Большое совещание с руководителями загранучреждений прошло сегодня во Дворце Независимости На высшем уровне подобные встречи проводятся периодически Задача номер один – внешняя торговля Европа, Азия, Африка, Америка Время расставить выгодные для Беларуси дипломатические приоритеты, учитывая ключевые аспекты В то же время на развитие страны не должны повлиять санкции Для защиты отечественных предприятий необходимо активнее использовать механизмы международных организаций В Беларуси намолотили первые полмиллиона тонн зерна Культуры убраны почти на 7% площадей Например, в Могилевской области этот показатель перешагнул отметку в 3000 гектаров Больше всего получены ячменя – 222 тысячи тонн, в том числе и озимого Пшеница намолочена 128 тысяч, у нее урожайность выше прошлогодней Ускорились и темпы уборки рапса Сегодня в Беларуси стартовала приемная кампания высшего учебного заведения Она традиционно состоит из трех частей – подачи документов, сдачи внутренних экзаменов при необходимости и зачисления На бюджетную форму обучения – по 26 июля, на платную – по 9 августа 55 тысяч абитуриентов Столько смогут поступить в ВУЗы в этом году На бюджет без малого – 28 тысяч Число электромобилей в Беларуси увеличилось до 4 тысяч За первые полугодия в страну ввезено больше эко-машин, чем за весь прошлый год Стоит отметить, на них начинают переходить не только граждане, но и целые предприятия Ведь экономия от их использования весомая К слову, повышение числа зеленого транспорта – одна из главных задач на пятилетку Отдыхаем от жары Завтра в стране ожидается переменная облачность Утром и днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы Ветер прогнозируется северо-западный при порывах до 14 метров в секунду Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, днем – от 21 до 27 со знаком «плюс» Удар гонга в Грузии завершился чемпионат Европы по боксу среди юниоров Сборную Беларуси в Тбилиси представляли и в обручании Витас Горцуев положил в копилку команды брозовую медаль О нелегком турнирном пути расскажет Карина Гуревич Витасу Горцуеву всего 15, но ему уже хорошо знакомы сладость побед и горечь поражений Изнуряющие ежедневные тренировки, борьба с самим собой Парень прошел долгий путь, чтобы доказать В ринге он способен на многое Все ради мечты – выиграть Олимпийские игры На каникулах сейчас у нас проходят по одной тренировке А в будние дни, то есть в школьное время у нас по две тренировки – утренние и вечерние Много бегали, ускорения, кроссы, работали на кардиосистему Физическими нагрузками работали Накануне Витас пополнил свою медальную копилку бронзовой наградой чемпионата Европы среди юниоров Турнир проходил в Грузии В нем приняли участие 335 спортсменов из 29 стран На пути к полуфиналу боксер одержал три уверенные победы В полуфинале уступил украинцу В бою за третье место не оставил шансов представителю Армении К этому первенству мы готовились в течение всего года Вся наша подготовка была направлена на эти соревнования Все турниры, все сборы, все тренировки Мы ставили так, чтобы в оптимальной форме подойти к этим соревнованиям Ну и естественно постоянно контроль Режим, питание, вес Уже в сентябре Вита Сагарцуева ждут игры стран СНГ в Казани К слову, отделение бокса училища Олимпийского резерва открылось еще в 1986-м Только за последние три года здесь подготовили трех мастеров спорта и семь кандидатов Карина Гуревич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360 Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok